В общем, это большая история, и я постараюсь ее изложить максимально емко, понятно мое мнение по этому поводу в этом видео. Всем привет, ребят! Сегодня будет ответ на вопрос, что едят мои коты, веганы ли мои коты, или они мясоеды, или они кормоеды. В общем, смотрите, что едят коты. Большой путь, который мы прошли вместе с котами, если вкратце, то вначале первый кот Феликс, он был на традиционном питании вот этими вот кормами, потому что мы его взяли с улицы, и как бы больше ничего другого он не ел. Потом постепенно я ему начала немножко в этот корм в пакетиках, вот эти вот Феликс и там, я не знаю, Китти Кэта, но это вообще, это, конечно, мрак. Что туда кладут на самом деле, когда ты почитаешь в интернете, насколько эти корма вообще не регламентируются, что туда вообще кладут вообще какие-то отходы. И, короче, это сейчас не тема, вот, и для того, чтобы его перевести на более здоровое питание, потому что я видела, что он на этом корме вялый, он ходит в туалет там раз в три дня, от него запах и от какашек, и вообще изо рта, короче, ну, я понимала, уже пройдя свой путь, что это нездоровая вещь, и я ему, и я ему корм начала постепенно понемножку добавлять в здоровую еду, там, пробовали мы разное, натирали морковку, кабачок, тыкву. Оказалось, что он очень любит огурец натертый. В общем, у него постепенно-постепенно мы отказались вообще от этого пакетированного корма. Я стала заказывать ему веганский корм, итальянский Ами и корм сыроедный Юрия Фролова, тоже веганский сыроедный. И в дополнение к этому корму, то есть корм это был как бонусом, как небольшим дополнением, основа это тертый огурец, тертая тыква, брокколи. Феликс вообще фанат вареные брокколи, очень ее любит, но это все пришло с очищением, то есть это все было не сразу. И, короче, в общем, примерно год он был на таком питании, потом у нас появился второй кот, Рыжик, и он прошел примерно тот же самый путь. Единственное, я начала покупать ему, я не хотела вообще покупать эти пакетики, эти корма, и я начала покупать ему сырую рыбу. И, получается, сырую рыбу ел и Феликс, и у меня есть подозрение, что она на него не очень хорошо подействовала. Я потом, конечно, уже изучала этот вопрос, что рыба сейчас она вообще очень-очень вредная как для котов, так и для людей, потому что она как губка в себя впитывает все те загрязнения, которые есть в мировом океане, и рыба очень токсична. Особенно та рыба, которая хищная, которая ест как тунец, например, которая ест другую рыбу. В общем, вот это вот очень тяжелая для меня тема, потому что у Феликса, видимо, из-за рыбы началось воспаление почек, и я сейчас не хочу пересказывать все эти вещи, но это было очень эмоционально, и я рада, что он выздоровел. И теперь в его рационе, кроме всего перечисленного, корм у нас тоже есть, мы даем ему понемножку, корм Юрия Фролова. Я не могу сказать, что я вообще лично против кормов, если честно, потому что, по моему ощущению, это как будто ты всю жизнь ешь, я не знаю, печенье сухое, или чипсы, или крекеры, то есть он сразу начинает после корма пить воду, и мне кажется, что в принципе корм это не очень хорошая штука. И после вот этого вот случая, а особенно после случая того, что рыжик два раза на балконе ловил голубя с намерением не просто там с ним поиграться, а реально съесть, это для меня был знак, что они не веганы, они мясоеды. И если бы мы жили в своем доме, то рыжик бы ловил этих голубей, и ничего с этим нельзя было бы поделать. То есть это его сущность, его природа, его инстинкт, и я должна уважать его выбор. Вот, к таким выводам я пришла, и поэтому мы сейчас к ним в овощи добавляем немножко индюшиного фарша или мяса перепелки, потому что куриное мясо сейчас вообще тоже очень загрязнено гормонами, и в общем, бройлеры эти я не хочу давать котам. Но да, вот, мы пришли к тому, что наши коты сыроеда-мясоеды, вот так вот. И, конечно же, основа их рациона это натертые мелконатеркие овощи, это то, что им нравится. Огурец обязательно у нас каждый день дома присутствует, натертая тыква, кабачок не пошел, они рыгали от кабачка, потом брокколи вареные они едят просто так. И я им немножко индюшиного фарша добавляю вот в эти натертые овощи, иногда я делаю им как смузи из зерен, семена чиа, семена льна, там семена конопри, тоже туда добавляю немножко мяса. Вот так вот. Вы просто представить себе не можете, какой я путь прошла от того, что фу, мясо это отвратительно, я его не ем, у меня в квартире его никто не ест, и коты как бы тоже не едят до уважительного отношения к сущности внутренней хищнической котов и как бы даю им то, даю им их природную пищу. Я знаю, что эта тема очень противоречивая, мне кстати очень-очень помогла блогер Евгения Довженко, оранжевое небо, она своего британца Гэри кормит по примерно такой же схеме, это кстати у нее, я взяла эту схему, и я обязательно ссылку оставлю на пост, как она кормит своего кота. И я, наверное, раз в 20 перечитывала все-все, все те пункты, которые есть в рационе у Гэри, и даже выписала себе, сделала список, что ест Гэри, и пробовала она давать своим котам, что им нравится, что им не нравится и так далее, так мы выяснились, что им не нравится морковка и кабачок и так далее. Поэтому Евгений Довженко за питание котов я вообще очень и очень благодарна. Спасибо вам за внимание и до встречи в новых видео!